Скоро в каждой квартире близ лежащих домов появятся подобные теннисные наборы. Во дворе дома номер 72 по проспекту Ленинского комсомола установили теннисный стол. На предварительно залитой бетонной площадке рабочие быстро и умело орудуя инструментами возводили новое спортивное сооружение. За процессом наблюдала местная ребятня. Ну раньше так чуть-чуть чеканил, совсем чуть-чуть. Я так чуть-чуть умею играть. Мы купим ракетки и будем играть в теннис. С предложением установить теннисный стол вышли местные жители. Обратились к депутату по своему избирательному округу, тот не заставил ждать. Средства были выделены из личного фонда депутата. Мы приехали, встретились, поговорили и выяснили, что действительно жители очень сильно хотят заниматься спортом. И вот самый доступный вид спорта для них, в сегодняшней ситуации, это настольный теннис. С момента обращения прошло буквально месяц. Мы сначала организовали площадку, подготовили ее, залили. Она месяц отстоялась. И вот сегодня, 1 сентября, мы установили стол, на котором сегодня жители попробуют поиграть. Ну я надеюсь, что я тоже попробую этот стол. И попробовал. Предложив сыграть, мне с ним, как говорят, в народе, партейку. Довольно быстро оба поняли, играть надо чаще. А в очереди уже стояли другие желающие. Житель соседнего дома Иван Слюнкин решил сразиться с водителем телеканала Видное ТВ Александром. Оба признались, давно не держали в руках ракетки. Это же прекрасно на свежем воздухе заниматься спортом. Насколько вы опытный игрок? Ну не совсем, но в школе играл. В юности хорошо играл, сейчас не знаю. Пропустите в мячи или все-таки забьете, как считаете? Может, я выиграю. Начало положено. Любители тенниса теперь смогут оттачивать мастерство в любое свободное время. А там, кто знает, возможно, и до турниров дворовых дойдет. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видное ТВ.